Привет, друзья, это Сафронов, а это продолжение поисков нормальных подделок на лол, ну просто, ну должно же когда-то это случиться, когда-то, что-то это должно произойти, произойдет ли это сегодня, я не знаю, но я уже прихожу к продавцам на рынках, на всех, и трясу их за горло, и все, на этом заканчивается, собственно, мое общение с ними. Нет, ладно, я их трясу за горло и кричу им, дайте мне нормальную подделку на лол, дайте нормальную подделку на лол, дайте мне, пожалуйста, и мне говорят, вот, пожалуйста, молодой человек, нормальная подделка на лол стоит 400 рублей, я говорю, серьезно? Вот я сейчас отдам 400 рублей, то есть 800 рублей, я бы мог купить одну настоящую и показать, например, зрителям, или, например, подарить племяннице, или показать зрителям, потом подарить племяннице, или, может быть, кому-то еще и зрителей подарить настоящую лол, то есть я возьму вот эти две, они будут, как будто я взял две по 800, да? Они говорят, да, Константин, Константин, я говорю, откуда вы узнаете мое имя? Откуда вы узнали мое имя? Они говорят, нормально, все, берите, все, с вас 800 рублей. Я говорю, ладно, черт возьми, ладно, все, и уговорили демоны, и реально демоны, вырастают копыта, рога, спасибо, сдачи, не надо, вот, нет, надо, вот ваша сдача, говорит демон, и дает мне вот эту коробочку, лол, пятая серия, подделка, подделка за 400 рублей. Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь за 400 рублей? Они должны блестеть, сверкать, они должны, у меня уже нет сил никаких смотреть, каждый раз фигня, каждый раз фигня, каждый раз ерунда какая-то полная с этими шарами, каждый раз какая-то дичь неимоверная, почему это каждый раз происходит? Вы не можете сделать хоть раз одну отличную подделку, я не верю уже вам, что там будет что-то нормальное. Нет, я как бы хочу добиться этого все равно, потому что я очень упертый и занудный в плане того, что если мне что-то надо, я вот убьюсь, упрусь, но я найду нормальную подделку под лол, которая будет как оригинал, возможно пройдет 10 лет, когда все уже забудут про лол. Как правило, когда хайп проходит, начинают подделывать нормально, когда не проходит, они просто фигачат и фигачат, вот не пойми что. Ладно, пятая серия лол, короче, это пятая серия лол, это блестящие по идее лол, написано блестящие сверкающие лол по идее, не знаю, не знаю, вот тут как бы видите, вот видите, они говорят, только извините, у нас нету тут такой пленочки, я говорю, ничего страшного, ее по идее не должно быть, потому что настоящие лол не продают в коробках, а вот в таких вот шарах, так что как бы не страшно, просто шары без коробок, без вот таких одинарных, вот, есть большие коробки, в которых их транспортируют и выставляют в магазинах, там где много лол шаров, но не продают их вот в одиночных, это все подделки, если вот есть одиночная такая коробка, вот, по крайней мере так пока. Это пятая серия, к тому же пятой серии у нас, насколько я знаю, нету, но может быть какая-то, хорошо, ладно, все, хорошо, хорошо, убедили, это оригинал, настоящий, это настоящий лол, конечно, конечно, и продавец, это не сидел продавец на лавочке рядом с супергероями, криворожами, это действительно не было так, это я купил прямо, да, в официальном магазине и решил вас обмануть, сказать, что эта подделка на самом деле это настоящий лол, да, зачем, только непонятно, чтобы что, да, уже они решили сделать штрих-код на каждом, на каждом слое, они настолько прониклись этой темой, что люди, типа, стали определять поддельный лол по штрих-коду, что они начали лепить их на каждую, на каждую штуковину, на каждый слой, боже, как это приятно и прекрасно, ладно, есть наклейка, есть наклейка, кофе, кристалл и темнокожая блондинка, я не знаю, это Бьонси перекрасил, покрасилась, вот белый цвет, она выпила кофе с кристаллами, Сваровский, она вместо сахара насыпала туда кристалл Сваровский, вот такая, молодец она, здесь у нас, что-то у нас тут оплавилось, все, торопились, просто поймите, ой, господи, все, ладно, давайте, надо вскрыть уже этот шедевр, А прикиньте, там реально будет, первый раз поймем, вот я уже никогда не верю, мне упадется нормальное что-то, нет? Давайте вот посмотрим, что здесь, по сути, обувь, похоже на то Обувь, так, обувь очень плохого качества и напоминает пупсов, обувь от пупсов, которые стоят 3 копейки, так, хорошо, блестящий золотой шар, золотой шар, а что здесь? Подождите, подождите, сейчас вскроем, сейчас как мы вскроем, вот так, сейчас, подождите, там тоже такое, сейчас, надо проверить, надо проверить, вот так, проверяем, так, всяк, вот так. Вот так, ну да ладно, ну да ладно, друзья мои, сейчас поближе, давайте рассматривать, чтобы прям все видеть, все, что скрыто. Итак, что здесь, значит, здесь у нас какая-то бутылка, а может они ползятся ножом, можно вскрывать вот так, смотрите. О, бутылочка, ух ты, бутылочка, как настоящая почти, хорошо, хорошо, хорошо пошло, ох, хорошо пошла, ох, хорошо, нет, ладно, я стебусь на самом деле, пока все, пока все стремно. Так, и он что-то не открывается, а прикиньте, он заклеен, ха, ха, было бы забавно. Внутри есть сиденица, есть блестящая всякая штуковина, есть ручка, есть возможность, сам шар сделан из довольно плотного пластика такого. Ой, ой, чуть не забыл, отсек это же, господи, потому что ведь во многих перестали туда что-то класть, и поэтому можно не заморачиваться, этот отсек не смотреть, я уже привык, что тут ничего не кладут. А в этот раз опции что-то положили, там, видимо, обруч. Так, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, а, нет, оу, вот это очки, манючие, манючие очки. Так, ну и кукла сама по себе, давайте, давайте ее затестим, затестим, посмотрим, что тут будет за кукла. О, голова, о, торс, о, диодепа, курона, да, куролева, очечек такая, вот. А вот это платье, смотрите, какое расколбашенное платье, зелененькое, зелененькое платье, просто все такое вот зелененькое. Торс, еее, о, да, еее, камон, да, классно, как круто. Как я и говорил, это не торс от лол-куклы, это торс от пупса, причем еще разных цветов, вы видите, что тут эта тушка коричневая, а руки и ноги светленькие. И, внимание, друзья, голова, сейчас я прицеплю ее, не пыхти, что-то она как-то не цепляется. Она цепляется и сразу вылетает, это странно, это странно. Так, вот так, вот такая голова, как будто она поела чьих-то мозгов, потому что, смотрите, смотрите на нее, у нее вот там во рту какое-то месиво кровавое, что-то она и съела, просто съела настоящую лолу. И посмотрите, у нее красные краски, как волосы-то оказались, этот пакет покрасился, что ли? Я даже не знаю, как так произошло, что случилось, куклеша, что случилось, Алеша. Наверное, не знаю, почему Алеша, потому что, потому что все, вот опять, понимаете, я вот как бы уже готов бомбить, уже готов бомбить, уже бомбить, бомбит от кукол лол. Вот это платье у нее, смотрите, похоже на какую-то сорочку вообще, было хорошее платье, потому что сделали его зеленым и как-то не по размеру, похоже, как будто она в маминой сорочке. А очки, что это за очки такие? Что это за очки? Корона, куда ей даете дреды ее? Что вы творите, люди? Что вы делаете вообще? Что вы делаете? И ботинки красные, и бокосин. Боже мой, вот это, вот это, вот это качество, вот это, вот это красота. Ребята, так они не должны выглядеть, если что, если вам такое дарят, и вы такое находите в этих, вы, конечно, скажите родителям аккуратненько, что вы подделку они вам подарили, и скажите, что, ну, больше такое, наверное, не надо. Потому что это вас засмеют, если вы посмотрите, это что-то, какой-то, какой-то лол-бомж, лол-алкаш, я не знаю, что это, лол-сумасшедший дом, что это такое? Так, это не должно быть, не должно быть ни по размеру короны и очков, должно быть кривого зеленого платья сорочек, не должно быть разноцветного торса с руками и ногами, ничего такого не должно быть, должно быть все хорошо, быть как в оригинале. И то в оригинале бывают косяки, а уж с этими и подавно, ладно, вторую смотрим. Лолюша-малюша. Такой же шарок, такой же этот у нас тут слой за слоем, слоем погоняет, о боже, да. Ну зачем я? И вот может брать по одному, что я по два-то беру все время? Я просто хочу, знаете, это как привык по профессии проводить эксперимент, делать выборку как можно большую. Так правильно делать, да, когда надо всякие условия учесть, нужно как можно больше переменных различных в эксперименте учитывать. И, в общем, так надо делать, по идее, по-хорошему, но каждый раз уже статистика, что каждый раз убеждаешься в том, что это не работает. То есть в двух шарах из двух, трех из трех. Если в одном уже есть фиговая кукла, то и во всех остальных. Не было у меня ни разу такого, что в подделке была. Например, в оригинале было, да, что там взял первые три оригинала, они были все идеальные. Взял один, потом оригинал второй там серии или какой-то там следующей серии, и она была хорошая, но с небольшим брачком, с краской заляпанной. Ну, то есть не фатально, но было не очень приятно. Но при этом до этого в нескольких, в трех шарах было все идеально. Но в этих, во всех один и тот же результат всегда. Одна и та же фигня, одно и то же качество. Так что, мне кажется, можно брать по одному. Следующий выпуск я возьму просто разных по одному. Вот так я сделаю. И буду, наверное, так тестировать. Наберу, когда уже много разных по одному, если встречу. Ну, если только это не будут какие-то совершенно другие серии. Наверное, так. Но, опять же, у меня будет такое какое-то чувство легкое, невыполненного дела. С другой стороны, можно взять по одному распаковать, допустим, 3-5 таких шаров поддельных разных, новых, которые выйдут. Я буду распаковывать, потому что ничего тут особенно нового нет. Все понятно, у нас все то же самое. Вот. И говорить. Значит, где-то можно 5-3-5 таких шаров взять. И, собственно, распаковать их. И если в какой-то будут какие-то сомнения в том, что, может быть, они будут неплохие или чуть-чуть не дотягивать до хорошего качества, то можно, в принципе, брать на следующий тест. Но, допустим, если вы, я вижу уже, что в них куклы есть с коричневым омерзвевшим телом и туловищем не лол, а просто обычных пупсов, которые стоят 3 копейки, то становится все понятно. Если там есть кривое, допустим, платье, то тоже все понятно. Вот такое кривое платье, какое-то такое, понимаете, которое, может, и будет менять цвет в воде. Вон оно, смотрите, у меня я... Смотрите, что происходит! Жесть! Руки потемнели от этого платья. Эй, у меня кожа сейчас не облезет. Смотрите, что происходит. Вы видите? Ой, блин. Ой, как мне стрёмно сейчас. Ой, как мне сейчас стрёмно. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне хочется побыстрее, потому что оно прям меняет цвет на глазах. Возможно, это испарения какие-то химические. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И всё это на руках. Всё это в кровь попадёт. Ой-ой-ой, впитается в кожу сейчас. Вот такая голова. И вот такая корона. Вот классно. Вот здесь вот очень актуально. Что же вы делаете такое-то, нелюди, а? Создатели, лол, фига вы. Ну, что вы делаете такое эти? Это поддельных лол, естественно. Не оригинальных. В оригинальных всё нормально. Бывают косяки, да. Но они, как у всех, бывают косяки. Ну, а это? Ну, что это такое? Что это за... Что это за гоп-стоп-вечеринка? Я не знаю. Пьяных кукол каких-то просто... Что это такое? Какие-то слабовидящие бомжи. Я не знаю. Что... 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 Я как это понять? Да. Это трэш. И всё с этим сказано. И они не блестят ни разу. В общем, производителю надо запихнуть этих кукол в глотку, чтобы он больше не врал никому. Найду эту тётку, которая сидит на своей табуретке. Там, в своём на рынке. Хотя её так жизнь уже наказала. Поэтому она врёт и... Занимается такой фигнёй. Потому что сидит на вонючем рынке, продаёт вонючие подделки. И заливает, что они отличного качества. Врунишка. Вот так и будешь всю жизнь сидеть. Совести нет. Как реклама карты совесть. Вот кому надо. Мне давать надо рекламу карту совести. Потому что я буду приходить к этим тёткам на рынке. И говорить, где ваша совесть? Вы детям продаёте вот это. Вы понимаете? Нет? Что совести у вас нету. Я даже вот не могу отдать никуда это. Понимаете? Я даже не могу никуда это отдать. Я даже голодающим детям Америки не могу это отдать. Понимаете? Настолько это всё плохо. Понимаете? Вот настолько. Никому не могу. Даже, даже, я не знаю. Даже. Ты никому. Никакой бьюти-блогерши не пошлёшь, которую хочется послать. Никому. Ой, боже. Китая бугага я бы вот это всё заслал, чтобы он там больше никогда ничего не снимает. Это отлично. Всё сделано. Отлично. Всё. Окей. Хорошо. Ладно. Об этом чуть позже. Наша работа тоже. Хорошо поработали. Ладно. На этом всё, друзья мои. Не ведитесь, пожалуйста. Мы уже проверили во многих выпусках. Девочки, мамы, папы, мальчики. Кто угодно. Бабушки, дедушки, тётушки. Перестаньте покупать поддельную фигню. Я понимаю, я. Я для роликов беру, чтобы вы не покупали. Но я не могу обеспечить продажи в таком количестве, чтобы все они жрели и зарабатывали, обогащались. Это полюбас ваши бабки там. Вы несёте деньги и покупаете. Кто-то из вас. Кто-то из вас покупает это. Остановитесь. Остановитесь, как сказал президент одной известной нам страны. Бывший. Остановитесь. А вот. Когда он не мог остановиться сидеть на своём золотом унитазе. Так же, как и на золотых унитазах в виде шаров. Лол не могут остановиться и китайские поддельщики. Фух. Ладно. Всё. На этом всё. На этом всё. На этом всё. Я выговорился. Короче, не берите, пожалуйста, поддельные лол, которые плохого качества. Если вы взяли один, два. Или если вы нашли уникальный. Я уже сколько пересмотрел. Я ни разу не нашёл суперклютого качества. Кроме как в открытых коробках. Более-менее нормально. Они тоже были странные. Но вот такое не надо. Не надо. Не надо, пожалуйста. Всё. Пока. Надеюсь, вы меня услышите. Просто перестать. Вы спонсируете эту поддельную фигню. Понимаете? Вы. Никто. Всё.